Как похудеть на 10 килограмм за одну неделю? Здравствуйте! Меня зовут Александра Житская. Я эксперт по правильному сбалансированному питанию. И прежде чем мы перейдем к сути этого интересного вопроса, обязательно подписывайтесь на наш канал. В конце за это вы получите интересный и полезный бонус. Итак, как же похудеть на 10 килограмм за одну неделю? И возможно ли это? Ну, на самом деле я сегодня хочу применить простую арифметику, чтобы показать возможности нашего тела и как это сделать. Сразу скажу, чисто теоретически это возможно. Можно сбросить 10 килограмм всего за одну неделю. Каким образом это может произойти? Что такое похудение в принципе? То есть наш организм сбрасывает лишнее, он начинает худеть тогда, когда мы тратим с вами больше энергии, чем потребляем. Энергию мы потребляем в виде калорий. Тратим мы ее тоже в виде калорий. Поэтому, чтобы сбросить вес, нужно создать необходимый дефицит калорий. И каким же он должен быть, чтобы сбросить аж 10 килограмм за одну неделю? Я сейчас все покажу на примере цифр. Чтобы сбросить 1 килограмм лишнего жира, нужно потратить 7700 килокалорий. Как это можно сделать? Давайте начнем с очевидного, с физических нагрузок. Для примера, если беговая тренировка продолжительностью в час, если вы будете бежать примерно со скоростью 11 километров в час, то есть такая достаточно активная тренировка, вы потратите примерно 700-800 килокалорий за час такой тренировки. Давайте возьмем для простоты подсчетов, что это 770 калорий. Итак, давайте представим, что вы будете тренироваться в течение недели 2 раза в день, утром и вечером. Если мы умножим 770 килокалорий, это одна тренировка, на 14 тренировок в неделю мы получим 15400 килокалорий потраченных, если перевести это в килограммы, из расчета, что 7700 килокалорий это 1 килограмм, у нас получится дефицит на 2,1 килограмма. Что с нами будет происходить еще? Если вы только начинаете процесс сброса лишнего, всегда в первые дни уходит больше. От чего это магия? Уходит лишняя жидкость. И мы можем достаточно много носить этой лишней жидкости, это может быть даже 2, 3, 4 килограмма. И поэтому можно прикинуть, что у вас за это время еще уйдет около 3 килограмм. Грубо говоря, воды. Итого у нас уже есть примерно 5,1 килограмм. То есть за неделю просто с уходом лишней жидкости и с интенсивными тренировками 2 раза в день уже будет дефицит примерно на 5 килограмм. Но мы же говорили, как сделать 10. И что у нас остается еще? У нас есть еще наше питание. И если мы будем кушать меньше, чем мы ели раньше, у нас тоже будет создаваться дефицит калорий. Давайте предположим, что вы кушали до этого 2,5 тысячи килокалорий в день. Например. Сейчас мы хотим же быстро создать большой дефицит. Допустим, вы будете кушать 500 килокалорий в день. Итого у нас будет за неделю, если каждый день будет дефицит на минус 2 тысячи калорий, это за неделю будет еще, если 2 тысячи умножить на 7 дней, это будет еще 14 тысяч примерно килокалорий. Это у нас будет как раз еще примерно 2 килограмма. И сейчас, чтобы точно не пересчитывать, это еще примерно равно 2 килограмма. Итого у нас выйдет уже дефицит на 7,1 килограмма. Что с нами будет происходить еще? При таком очень скудном, скромном, ограниченном рационе, при таких сверхинтенсивных нагрузках, наш организм будет просто беспощадно кушать сам себя, потому что еды ему будет не хватать, тренировки очень интенсивные, поэтому за это время еще очень сильно сгорят и наши мышцы. Могу вам гарантировать, что за это время это будет еще пару килограмм мышц. Итого мы теряем еще 2 килограмма мышц. Всего получается уже 9,1 килограмма. И до 10 килограмм мы можем добить как раз просто пустым желудком. До этого мы кушали больше пищи в течение суток. Теперь на 500 килокалорий, которые мы оставили, у вас просто из-за общей пустоты желудка в течение дня будет как раз еще необходимый отвес. Итого минус пустой желудок мы получим 10 килограмм. Арифметика простая и условия, конечно, беспощадные, но казалось бы, ну что, все, формула готова, можно приступать. Единственное, прежде чем всерьез задуматься об этом, я хотела бы с вами осудить еще несколько моментов. Первое. Не зря диетологи и настоящие профессионалы рекомендуют худеть и сбрасывать лишнее постепенно. Наш организм набирает это тоже ведь постепенно. И эти когда-то 10 килограмм, которые, возможно, у вас сейчас есть лишние, уж точно появились не за неделю, я более чем уверена. И нашему организму необходимо такое же продолжительное и постепенное время, чтобы теперь сбросить эти килограммы. Наш организм, когда он теряет лишнее, вот эти вот лишние килограммы, они не испаряются, от нас не отпадают кусочки, они как-то не отрезаются там ночью по волшебству, пока мы спим. Наш организм перерабатывает жир в качестве энергии. Но нашему телу нужно адаптироваться и перестраиваться. Это процесс перестройки. Для того, чтобы мы наше новое тело строим, как новое здание. Для этого нам нужен фундамент из качественных привычек, из нормального образа жизни, из нормального режима дня, хорошего сна, достаточного количества чистой воды, хорошего сбалансированного питания. Потому что мы наше тело с вами перестраиваем как новое здание, как новый дом. И нам необходимы строительные материалы и ресурсы. При таком скудном рационе, который я здесь прикинула для формулы, в 500 каких-то килокалорий это практически ничего. Организмам будет не доставать строительных материалов. И чаще всего при таком экстремальном похудении вы, конечно же, увидите минусы на весах. Но будет ли ваш внешний вид таким, каким вы его хотите видеть на самом деле? Ведь коже нужны строительные материалы, чтобы подтягиваться. Иначе при быстром таком экстремном похудении вы можете получить растяжки, кожа может потерять свой тонус, начать обвисать. Это точно не будет красиво. И тогда вот этот экстремальный минус на весах вас перестанет радовать очень быстро. Нашему организму нужно время, чтобы адаптироваться, перестраиваться. И нужны строительные материалы из хорошего, сбалансированного, правильного питания. Нашему организму нужен отдых. И ему нужны периоды восстановления. Поэтому необходимо хорошо спать. А что касается тренировок, ну, можно пофантазировать на тему того, что может случиться с человеческими суставами, если человек раньше не тренировался, а теперь решил бегать по 2 часа в день. Возможно, проблемы с коленями начнутся еще раньше, чем закончится эта неделя. Поэтому я вас призываю все-таки задуматься о вашем здоровье, о вашем самочувствии. И показатель на весах, это... Ну, иногда нам кажется, что мы к этому стремимся. Но если так честно задуматься и спросить у самого себя, чего я хочу на самом деле, цифру на весах, быстро, сейчас, как-то там по волшебству, или я хочу определенное состояние, определенное внутреннее ощущение, какое-то самочувствие и какой-то вот внешний вид, определенное состояние тела, фигуры, красоту. Красота, стройное здоровое тело, ничего не имеет общего с вот этой арифметикой. Она не про здоровье, не про хорошее самочувствие и не про действительно красивое, стройное, подтянутое тело. Для того, чтобы иметь вот такое, необходимо правильно сбалансированное питание, умеренные и грамотные физические нагрузки и хороший и правильный период восстановления. Для того, чтобы узнавать об этом больше, смотрите другие видео на нашем канале. За то, что досмотрели до конца, забирайте свой полезный бонус, ставьте лайки, и если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...